Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, может быть, чуть дальше поставить, чтобы была какая-то... Субтитры сделал DimaTorzok Я просто хочу... А подскажите, пожалуйста, чтобы я просто кадром поставил, чтобы у вас всех снять Насколько вы... где вы будете... Ну вот мы там поставили, чтобы перемещаться И я буду... Может быть, потом ходить по самому... Как там правильно сесть? Сидите так... Нормально, да? Да, я думаю, просто как поставить лучше камеру, чтобы больше захватить... Смотрите, какой перспектив... Смогу немножко двигаться на правой струне, ты можешь подойти туда сюда, на человеку... Подальше там вот сюда, да? А это можно вообще убрать Да Не, я думаю, поставить, я думаю, или двигать посчитать, да? Лучше... Ну, чтобы удобнее было Конечно Вообще куда-нибудь вынести Первая часть, смотрите Да Первая часть Веры будет одна разговаривать... Вот она будет здесь... Вообще, может быть... Да Вторая часть, она будет музыцировать А третья часть, она будет проводить обряд И вот она будет двигаться и ходить Я понял Да Такё... Дёхтадан... Вот, да Чё... 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 Прошу прощения, а? Сейчас мы как-то дремональны... Чё... Чё... Так, так... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что... Вера Сажина... Дорогие друзья... Я очень благодарна Владимиру в ответ тоже, что он пригласил меня принять участие в таком замечательном событии. И я хочу свое выступление разделить на три части. Первая часть, я обязана какой-то доклад прочесть, что я сделаю в течение 20 минут или покороче. Если я все затяну, меня остановите на тему все-таки шаманизм как эволюционный процесс, потому что это такая тема. Вторую часть. Я пользуюсь возможностями... Ко мне приехала моя подруга из Франции, Агнес Рабски, она же себя называет Сенга. Я замечательный музыкант, профессиональный менеджеристка, которая играла в Вордо в симфоническом оркестре, а последние годы она больше занимается такой духовной музыкой, в общем, шаманской музыкой. Мы познакомились тоже на шаманском фестивале в Афранции, 10 лет назад уже дружим, и она пишет астрологическую музыку для людей, для их знанцев. Ну и вообще мы просто занимаемся музыкой, в общем, в смысле. Поэтому вторая часть моей лекции будет как раз музыкальное выступление, которое тоже будет смешанным. Там будут и туинские народные песни на туинском языке, и какие-то мои старые очень стихи и супровизации, и вообще просто свободные супровизации. В одной супровизации примет участие Шунчалай, которым мы встретим, с удовольствием наш старый друг тоже. И третья часть моего вступления будет все-таки шаманский обряд, потому что каждый шаман обязан очищать людей, проводить ритуалы и помогать всем, у кого есть внутренний запрос. Поэтому в конце я поведу небольшой шаманский обряд. Поэтому сейчас я начинаю свое вступление. Ну, шаманизм как эволюционный процесс. Что можно сказать на эту тему? Шаман сам, прежде всего, проходит внутреннюю эволюцию, очень большую. Вот это важно для нас знать. Потому что шаман – это человек, призванный духами. Шаманом не становится по выбору, шаманом становится по призванию духов шаман становится. То есть человек начинает в себе замечать какие-то странности, и если он не отвечает на призвание духов, он может даже заболеть. Так всегда было во все времена. Поэтому люди, которые становятся шаманами, становятся ими не по своей инициативе. То есть своя инициатива тоже есть, но это и призвание духов. И на этом пути каждый человек, который станет шаманом, проходит внутреннюю эволюцию. То есть внутреннее развитие, в ходе которого духи начинают общаться внутренне. То есть они как внутренний голос можно назвать. Или видение, не было видения, надо то-то сделать. Или этого делать не надо. Или сильное желание что-то сделать. Или чего-то не сделать. Вот это зол в духах называется. И шаман, который начинает уже следовать этому золу. Можно же думать, это у меня глупая мысль в голове. Что сегодня надо поехать в какое-то место и там гулять. И будет очень хорошо. Или там надо вот записать в какую-то фразу. И эта фраза несет вообще смысл думать об этом. И в этом действительно послание космоса находится или послание предков. То есть можно от этого отказаться. То есть думай, а это ерунда. Но те люди, которые призваны стать шаманом, у них это становится очень сильно, такой зол. И они начинают действительно прислушаться к тому, что говорит внутренний голос. И следовать этому. Это сопровождается изменением всей жизни человека. То есть действительно люди, ставшие шаманами, ставшие на путь шаманства, проходят большую внутреннюю эволюцию. Во-первых, изменяется поведение, изменяется внешность. Когда шаман входит в транс, очень, не только я, любой шаман, изменяется внешность очень сильно. Про меня некоторые люди говорят, что я очень старый выгляжу. Или в какие-то моменты очень молодой выгляжу, наоборот. То есть это зависит от духов. Они как действуют. Вот. Изменяется образ жизни и привычки человека, который стал шаманом. То есть, ну, например, как я была студенткой в Московском университете, естественно, мы ходили, читали, курили там, с удовольствием курили. Или выпивали портбейн. Конечно, после 30 лет я почувствовала, что я не хочу пить вино. Просто не хочу. Не то, что я там, мне что-то... Я просто не хочу. И с тем пор я никогда не пила вина, например, и никогда не курила. Просто я почувствовала, что я не хочу. И в этот момент какой-то у меня начался процесс внутренней трансформации. Я еще не чувствую, что я хочу сказать шаманом, но я очень сильно внутренне плюю. Вот. Внутренние изменения происходят. Изменения даже стиля одежды. И самый главный образ мыслей. То есть человек, который вступил на путь шамана, у него мысли или у нее очень меняются. То есть многое связано просто с годовыми мыслями, а многое связано с мыслью, внушенной духами. С мыслью, внушенной духами. Вот. И потом дальше идет практика шамана. Если шаман занимается практикой, то же никто не становится шаманом, просто тебя надо. Я шаман. Ну, если кому-то надо, шаман. Ага. Если человек становится шаманом по воле духов, в какой-то момент люди начинают обращаться и просить о помощи. Спросить лечение, просить собер, предсказания, просить снять порчу, снять глаз. Человек, из лучшей стороны, какая порча, я вообще не верю, что порча есть. Я так думала, что какая порча, почему все накручивают паранойки какие-то, какой порча. Оказывается, действительно, есть порча. Или там злые воздействия, люди ради карьеры, чтобы отнять квартиру, заниматься какими-то глупыми, на наш взгляд, но нехорошими вещами. Это может устранить шамана. Просто даже плюнув, так, тьфу, и сказав, что все проклят, пусть уходит, и пусть будет счастье, благополучие среди нас. И, действительно, если это сделает шаман, он может по многому таким простым действием, торбы-дар, плеванием, убрать в виду. Вот. Ну и шаман начинает делать предсказания, исцеления, конечно, ритуалы для природы. Благословение родника, благословение какого-то природного места, родового дерева, благословение новорожденных детей, вот, обряды для умерших. И, по мере практики, шаман еще больше меняется сознанием. То есть, шаман проходит внутреннюю эволюцию, очень большую. Вот. Сильные шаманы, такие разумные, хорошие, живут долго, ну, в основном. Вот. Несильные шаманы, которые подвержены только духам, живут недолго. Так что духи могут чего угодно просить. Шаман должен отличать, что хотят духи, и что он хочет сам. Если духи тебе говорят, иди, прыгни в окно, естественно, это не, ну, не хорошие духи, и шаман должен сам ответственность принимать за то, что он воспринимает. Самый лучший шаман – это шаманы, идущие от предков. Если предки, духи предки очень сильные, хорошие, то они разводят. Или духи каких-то природных без силы. Вот. Ну, шаман тоже делает свой выбор в жизни. Он не просто следует в велении духов, а все-таки совмещает своими собственными планами жизни. Вот. И, соответственно, хороший шаман становится не только целителем, но и слово «вашхы» – это учитель. То есть шаман обращается как к учителю. Естественно, люди тоже след за шаманом хотят пройти внутреннюю эволюцию. Вот. Ну, они не обязательно станут шаманами, а просто они хотят получить совет внутренним. Как себя вести, куда поехать, как свою профессию выбрать, как свой духовный путь очистить. Вот. То есть шаман помогает другим эволюции жизни. Вот в этом роль шамана эволюции. Жизнь эволюции. Вот. Ну, самая первая ценность – это жизнь. Вообще, сохранение жизни. Вот. Сохранение жизни на земле, сохранение собственной жизни. Поэтому шаман, соответственно, открыт к внешнему опыту. С другой стороны, он производит камгалал. Камгалал – обряды защиты для себя, для своих близких, в первую очередь. То есть я никому не дам в обеду своих детей, свою мать, своих родных, свой шаманский род. И когда любой ритуал шаман проводит, он совмещает, как вот эта полученная новая информация из космоса там или хоть откуда, как она совмещается с интересом о моей семье. Вот. И все с этим возникают разные дополнения. Например, в Труктуре Транспенальность написано, что любой человек, вошедший в транс, он уже может исцелять. Он должен кого-то потрогать, он должен кого-то исцелять. С одной стороны, так. С другой стороны, транс – это просто сильная энергия, которая пришла откуда-то, неизвестно откуда, к тому. И немедленно исцелять я бы не стала в трансе сразу других, потому что вы должны, прежде всего, исцелить самому себя и сопоставить полученную новую информацию с тем, что мы уже знаем, с тем, что мы уже имеем внутри себя, и это как-то синтегрировать. Если же вы стоите на пути целительства, конечно, вы можете, будучи в трансе, получить информацию ценную для общества, передать другим что-то, увидеть что-то, что невидимо обычному человеку. Недаром шаман называется человек с двойным зрением. Ихи Курнукишлиры – люди с двойным зрением. То есть у шамана над глазами находятся еще одни глаза, иногда изображается на шаманских масках, особенно бурятов, туинцев. Вторые глаза, то есть мой предок смотрит, как бы невидимо присутствует над моей головой. Ну, у буддистов над головой присутствует буддистский учитель. Тоже невидимо он в виде человека или в виде там и дама, или большинства может присутствовать над головой, и тем самым контролирует деятельность, внутреннюю деятельность человека, который производит какие-то операции, скажем так, магические или психологические, или действия творческие, креативно-созидательные такие. Вот, то есть над головой должен находиться, обязательно, учитель или какой-то дух-хранитель. Вот, в таком случае ваше действие является не просто хаотично такими таинственными, но и осознанными, понятными, и вы направляете себя на благо общества. Вот, так действуют зрелые шаманы. Вот, ну, у шаманов вот такая молитва «Помилуйте меня, большая медведица, помилуйте меня до ламбурганэм». Вот. То есть дерево до ламбурганэм. «Помилуйте меня девять небес, помилуйте меня малая медведица, по сути». Вот это интересный момент. Иногда его не различают, а иногда интересно различать. То, что большой медведица молится в такие большие шаманы в основном, или люди, которые хотят служить большому чему-то, большой цели. Вот, до ламбурганэм больше служение личным целям, личной цели. Интересно, что в жизни каждого шамана сочетается служение личным, персональным целям и служение обществу в таком широком смысле. Личные, персональные цели какие? Ну, как у клиентов шаманов то же самое. «Я хочу разбогатеть, я хочу быть здоровым, я хочу найти хорошую мужа или жену, я хочу развить свои творческие способности, я хочу избежать несчастья или преждевременной смерти, или болезни, или конфликтов». Это очень позитивная, очень хорошая цель. И, конечно, люди, которые начинают заниматься шаманством, они в основном на это работают. Поэтому возникли в литературе тоже ложные такие представления, что шаман служит только какому-то маленькому измерению, и он никогда выше не поднимется, в отличие от мистиков индийских, которые постигают весь мир. Это не так. На самом деле шаманы, конечно, постигают весь мир, и во время своих обрядов они долетают до очень далеких звезд и до очень больших измерений. Откуда они получают информацию? Конечно, не отсюда. Если сильные шаманы, они во время обряда получают информацию, которая недоступна ни через интернет, ни через обычные уши, а слышна только незримым ушам. Недаром многие духи помощники называются существом земным слухом, существом обладающим сверхспособностями. А на каких-то уровнях шаманов служит общество в таком большом уровне. То есть вообще служение всей земли, вот как наши действия сочетаются с целью помощи всему человечеству. Вообще шаманы этим не задумываются. Такое нет, что я хочу все человечество спасти. Это скорее лозунг других религий. Но на самом деле каждый шаман внутренне об этом очень заботится. Вот тоже очень интересно, потому что каждый заботится о том, чтобы не навредить, и как это согласуется его действие с помощью всей нашей цивилизации, живущей в данный момент. Вот. На этом я первую часть хочу завершить. Вот. И основная мысль моя лекция таким образом, что шаман проходит внутреннюю эволюцию, то есть духи сначала делают его сумасшедшим, как вы читали в книгах, проходит шаманские болезни, какие-то странные видения, странное поведение, а социальные иногда ходят, как там какой-то неопрятный или какой-то странный. Вот. И потом он наоборот становится сверхсоциальным человеком, он себя социализирует и в свой внутренний мир странный согласует с нуждами общества, чтобы служить обществу. Это уже такой очищенный шаман, который, пройдя через определенные и сумасшествия, и определенные этапы внутреннего посвящения, становится, как бы опять как был, но уже чуть на уровень лучше. Или на 9 уровней, там, в бурятах 9 степеней шаман определяют, или как. Это все ерунда. Неважно, сколько степеней, главное, прохождение внутренней эволюции. Тогда это будет реальный шаман. Реальный шаман обучается у своих духов, и этот опыт передает людям, которыми он общается. Во время обряда он может словами передавать, может, как через просто свое пение, тоже передавать энергию, передавать информацию. И, пройдя эволюцию, шаман помогает своим клиентам или своему сообществу тоже проходить эволюцию, тоже очищаться, тоже устранять препятствия, одна из пульс шамана, и иметь более широкое видение жизни и нынешних задач в жизни, что происходит в нашем обществе, что мы можем делать лучше, чтобы наша жизнь была прекраснее, чтобы мы жили дольше и чтобы мы имели сочувствие друг к другу и имели свою внутреннюю силу обязательно, не потеряли свою силу. Вот. Это первая часть моего доклада. Вот. Теперь вторая часть. Мы будем играть музыку и просто, можете даже глаза, можете просто слушать. Это не то, что шаманствование, но это просто такая приятная музыка, которая, с другой стороны, приятна и духом, я надеюсь. Может быть, и вам. Да. Ну, по-моему, все... Все, я мази. Спасибо. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 СТЕЛА Субтитры делал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Я убросила красный мороз. Я убросила коричневые соленые озеро. Я убросила красный мороз. Я поставила красный мороз. Я убросила красный мороз. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты зимой здесь, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, молодец Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok